А-а-а-а, всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, программа «Наши всё». А-а-а, всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это «Наши всё». Привет, дорогие телезрители! С вами Алиса Романенко и Сергей Сурмачевский. Здравствуйте, это программа «Наше все». Еще чуть-чуть, еще, не знаю, меньше недели, и все, и лето, наконец-то. Да уж, что хочу сказать, время так быстро пролетело, весна задалась какая-то невеселая. Дождливая. Да, ну, может быть, знаешь, это к лучшему, урожай будет хороший. Так, стоп, про это и многое другое мы расскажем в программе. Смотрите сегодня в программе «Наше все». Дачный сезон в самом разгаре. Где купить новый инвентарь или украшения для сада? Да, подскажем. Чтобы в доме было весело, заведите питомца. А лучше сделайте доброе дело и приютите животное с фонда помощи «Надежда». Четверногого друга, что семью ищет в рубрике «Наши питомцы» вам покажем. Готовим тело к лету. Как быстро и эффективно сбросить лишние килограммы? Гость программы все доходчиво объяснит и покажет. Фильм на вечер посоветуем и анонс мероприятий на выходные расскажем. Партнер программы «Оптово-розничная площадка Евразия». Товары для туризма, дома и работы. Все необходимое в одном месте. Партнер программы «Компания Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10 Б. Телефон 37 80 45. Партнер рубрики «Языковой творческий лагерь «Панда» для детей от 6 до 13 лет. Торговый центр «Централь». Запись по телефону 37 83 84. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. В мае дачники проснулись от зимней спячки и вовсю приводятся от порядок. Лопата или мотоблок, семена или рассада. А что нужно успеть сделать и на даче? Первым делом начать присматривать саженцы и позаботиться о деревьях. А я бы сказала, что нужно начать с наведения порядка. Ну там, допустим, прочесать от листьев газон, подокучить растения. Это самая первая работа, потому что в листьях, в траве накапливается и перезимовывает много болезней. Ну а после уборки, естественно, нужно начать удобрять почву. А чем? Ну, конечно же, органическими удобрениями, компостом. Можно, конечно, и химией, но злоупотреблять не стоит. Компостом звучало как компотом. Ну ладно, по статистике, те, у кого нет своего огорода, обычно не завидуют дачникам. Садоводы уверяют, один раз попробуешь, не остановишься. Действительно так. А если еще и урожай хороший соберешь, вообще красота. Для многих дача, на самом деле, это отдых. Садоводы могут целый день копаться на грядках. Можно даже назвать это, ну, типа фитнесом. Наклонился, встал. Кстати, двойная польза. И овощи без химии, и тело к лету подготовишь. Какие упражнения помогут привести свое тело в порядок, узнаем чуточку позже. А пока посоветуем всем, у кого есть или будет дачный участок, где купить все необходимое для красоты, так скажем, и дачного фитнеса. Торгово-розничная база «Евразия» – место, где каждый садовод найдет желаемый инвентарь. Тяпки, бочки, навесы, газовые горелки и плиты. Привыкли работать на даче? Перчатки – незаменимый атрибут. Прорезиненные, марлевые и даже с принтом, чтобы подчеркнуть индивидуальность дамы и усилить рабочий пыл. Мужчинам по нраву придутся опрыскиватели, которые можно надеть на спину. Если же дача для вас – место отдыха, переносные беседки, качели, походные наборы и стулья в природный интерьер. Прямо на участке можно установить бассейн, а рядом – красивый зонт и шезлонг. Если цветы растут по всему дачному участку, соберите из них натюрморт и пересадите в горшки. Порадует глаз и преобразят участок висящие кашпо. Торгово-розничная база «Евразия» облегчит труд и превратит дачные хлопоты в приятный отдых. Улица Резервная – 17. Время работы с 9 утра и до 6 часов вечера, без обеда и выходных. Напоминаем, сегодня пятница, 26 мая. Ежегодно в этот день отмечают три праздника, а о каждом по порядку. День сварщика. Поправка. День сварщика отмечают в последнюю пятницу мая, а не конкретно 26 числа. Эта профессия появилась в 1802 году, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги. Между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Поздравляем вас, сварщики, и ты молодец, Сережа. А в 2010 году, 26 мая, на Алтае зародился экологический праздник – День снежного барса. Именно на Алтае. Дальний Восток уже несколько лет отмечает День тигра, а Алтай решили отмечать День снежного барса. Целью этого праздника стало стремление защитников природы привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения популяции снежного барса. Да, в 2014 году появился еще один праздник, посвященный Ирбисам – Международный день снежного барса. Отмечают его в октябре. Ну, знаешь, это вот такая штука, для наших вот придумать праздник – это прям святое дело. Ну, конечно. Чем больше праздников, тем лучше. Еще бы отдыхали во все эти дни. Я сегодня не хочу работать, потому что сегодня день снежного барса. Ну да, я потому что день сварщика. Каждому свое. Ну, друзья, еще один важный праздник – День российского предпринимательства. Да, мы поздравляем всех предпринимателей с профессиональным праздником. Желаем всем успешной реализации предпринимательских идей, ну и, естественно, процветания бизнеса на благо России и каждого ее гражданина. А давай теперь спросим у наших граждан, какое у них настроение и какие хорошие новости. А 2017 года я жду, ну, кардинального изменения в своей жизни, да. Особо я даю надежды летнему периоду времени. Лет расцветает, там, прочее. Там летняя пора и всякое такое. Ну, в принципе, все. Думал уже, где будешь отдыхать летом? Отдыхать летом? Ну, можно дома. Деньги будут, могу поехать куда-нибудь на Шамару, в Андреевку можно, да. Там хорошо. 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 И вот, что можешь пожелать жителям нашего города? Удачи, настроения и, чтобы не боялись менять в своей жизни традиционный, короче, уклад. Настроение отличное. Новости хорошие. Нет новостей, девушка, правда, нет. Чего вот можно ожидать хорошего от 2017 года? Ну, я не знаю, что можно ожидать. Но будем надеяться, что 2017 год будет лучше, чем 2016? У каждого есть надежда. Хорошо. Думали уже, где будете отдыхать летом? Я все время работаю, мне отдыхать некогда. И что можете пожелать жителям нашего города? Здоровья. Да, дождя сегодня нету. Все хорошо, Вадим, прекрасно все. Школа закончилась, я рада. Ну, новости хорошие и события тоже. Прилетел внук из Москвы. Вот на два месяца здесь побудет. Ему 15 лет, а он у нас уже самостоятельно занимается хоккеем. Вот хорошая новость. Хорошо. Моя любимая часть программы. Знаешь, какая? Наверное, конкурс. О, угадал. Да. Вам с ребенком нужно уехать отсюда как можно дальше. Защищайте короля! Быстрее! Беги, сынок! Он. Молодой предводитель банды, который не подозревает, что рожден быть королем. Разбойник из Лондинюма понимает это, когда в его руках оказывается мечик Скалибур. Ты чувствовал ее? Силу. Теперь Артуру предстоит встретиться со своими демонами, объединить народ и вернуть свою корону. Ты показал себя. Ты больше не миг. В последний день проката, 31 мая, кинотеатр «Россия» приглашает всех зрителей на счастливый сеанс 18.15. Цена билета 150 рублей. У зрителей нашей программы есть возможность сходить в кино бесплатно. Подними этот меч! Покажи людям силу экскалибура! Чтобы бесплатно сходить в кинотеатр «Россия», на номер, что видите на экране, пришлите имя известного футболиста, который исполнил роль одного из солдат «Черного легиона». Человек, который вытащил меч из камня, узрите! Вот он, истинный король! Автор первого правильного ответа получит пригласительный билет на фантастический боевик Гая Рича «Меч короля Артура». Далее по плану рубрика «Наши питомцы». Познакомим вас с будущим членом вашей, возможно, семьи. Возможно, с будущим членом? Да пойдет, нормально. Здравствуйте, меня зовут Александра, я волонтер фонда помощи «Животным надеждам». Сегодня я пришла, чтобы познакомить вас с потрясающим мальчиком, таксиком по имени Фантик. Фантик появился у нас зимой в очень ужасном состоянии вместе со своим другом Ставхом. Их хозяева их бросили умирать. Они оставили их одни в заброшенном доме на цепи, на будке, на улице. Была зима, было холодно, они долго ничего не ели, были очень худые. И если Ставх, потому что он крупный, был в таком более-менее состоянии, то у Фантика была анорексия. Он был очень худой, кожа до кости. Добрые люди узнали об этом и позвонили нам с просьбой забрать их. Мы, не раздумывая, сразу же поехали их забирать. И когда мы их увидели, мы были просто в шоке. Когда мы их привезли к себе, Став даже не мог поверить, что его пускают в дом. Он сначала отпирался, потом как человек заплакал. Фантик же спокойно зашел, но он практически не мог передвигаться. Он шел еле-еле, у него совершенно не было сил. Поэтому мы взяли его на руки и принесли в комнату для содержания собак. По приезду мы сразу же их накормили, и мы были просто в шоке, как жадно они глотали еду. Чуть ли не давились. Фантик даже хотел съесть миску. Он ее грыз, вылизывал до последнего. Но еду его организм не принимал из-за долгого голодания. То есть его тошнило. И мы даже боялись, что он не сможет принимать еду и просто не выживет. Но Фантик у нас оказался очень бойким мальчиком. И он, вопреки всему, выжил. Он наел такой вот пузико. Сейчас он такой вот пухлячок. Очень любит игры. Особенно игры на свежем воздухе. Он вообще за любой кипиш, кроме голодовки, разумеется. Он любит играть, прыгать, бегать. Он просто, я не знаю, у него такое ощущение, что у него моторчик. И он просто никогда не иссякнет. Сам по себе Фантик, несмотря ни на что, он очень дружелюбный. Он хочет общаться со всеми. Всех надо обязательно понюхать, облезать, посмотреть. Вдруг дадут ему какую-нибудь вкусняшку. Без вкусняшек это никуда. Также он хорошо общается с другими собаками. Он быстро находит общий язык. Ну, это же такс. У них характер такой покладистый. И поэтому, если среди вас есть любители такс и вот таких вот озорных мальчиков, с которыми надо очень много бегать, которые очень любят сидеть на руках, как дети, то звоните нам, пишите. Мы будем рады вас познакомить с нашим Фантиком. Сереж, ты уже встречал комаров на этой неделе? Ну, знаешь, они заходили ко мне в гости, но я им не открыл. Вот. На самом деле нет. Ладно, когда встретишь, постарайся не убивать до 22 июня. Примета такая. Что это за примета такая? Ходить по кусаным? Почему бы нет? Если убьешь их, их станет еще больше. Примета не очень хорошая, но в старину верили, наверное, сбывалось. Я знаю, что если комары появились, значит погода будет хорошая. Да, еще будет много грибов и ягод. А если комаров будет много? Ну, а если комаров будет мало, не будет трав и овса. А если их будет мало, плохо для природы, но хорошо для человека, в принципе. Ну да. Уж лучше в природе пусть хорошо будет, а мы потерпим как-нибудь. От комаров сейчас полно всяких разных средств, так что справимся. Сереж, ладно. Меняя свое мнение, другой тебе советую. Убивай комара, который сидит на тебе и ест тебя. И вы, если хотите помочь природе, убивайте комаров до 22 июня, чтобы их было еще больше. По примете. Какой-то абсурд, конечно. Бредко, конечно, да. Ну да ладно. Убей комара, чтобы их было еще больше. Это были приметы на 26 мая. А теперь, друзья, гороскоп. Партнер рубрики «Магазин канцелярских товаров» на Пушке на 32. Телефон 211-232. Овен. Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями, обобщениями, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Телец. День благоприятен для командировок и путешествий. Впереди ждет удача, приключения, творческие, личные и деловые победы. Близнецы. Новые знакомства в этот день будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений. Рак. Многие будут недовольны своим начальством. Не волнуйтесь, если даже ваш руководитель совсем не щедр на похвалу. Но если вы того заслужили, то он обязательно повысит вам заработную плату. Лев. Прекрасный день для того, чтобы раз и навсегда избавиться от иллюзий и заблуждений. Не упустите благоприятный момент для оздоровления организма. Дева. Вероятно, вам сегодня придется научиться управлять событиями. Улавливайте глубинные импульсы дня, которые обуславливают активное поведение других людей и быстрый результат работы. Весы. Используйте свою способность к тонкому душевному восприятию для решения поставленных творческих задач и завоевывания сердца своего избранника. Скорпион. Внимательно относитесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры. Стрелец. А кто? По-любому молодец. День благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Позитивные тенденции не позволят эмоциям выйти из-под контроля. Козирог. Повысится потребность в общении, контактах с общественностью. Не следует сидеть дома на месте. Тогда у вас появится масса знакомств и нужной для вас информации. Водолей. Вас ждет активный день, насыщенный событиями и впечатлениями. Вы можете обладать энергией, смелостью, решительностью и сумеете активно влиять на других. Ну и, наконец, рыбы. Назначайте на этот день мероприятие, так как вы можете продемонстрировать во всей своей красе все ваши достоинства. Ну, естественно, таланты. И не только рыбы. Все знаки зодиака назначайте мероприятия. Пятница же, завтра выходные. Ого, такие очевидные вещи говоришь. Хочешь, еще одну скажу? Ну. Это был гороскоп на сегодня. О, юмориста. Сейчас перейдемся на небольшую рекламу. Но вы не переключайтесь, дальше больше, как говорят. Придет в гости Ксения Герасименко, расскажет и, главное, покажет, как быстро и эффективно перевести себя в форму, чтобы блистать на пляже. Перевести себя в форму. Или перевести. Как выйдет? А я буду повторять, на себе испытаю, насколько это сложно. А, да, а то тебе нужно. Он, какая толстуха. Ха-ха-ха, кто бы говорил. А про какой предмет Уссурийского музея расскажет Евгений Шаповалов в рубрике «Наша история». Посмотрим. А что посмотреть вечером? Ну, и чем заняться на выходных, все скажем. Так что не переключайтесь. Все, что тебя касается, все, что меня касается. Все только начинается. Это наше все. Снова здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо, что не переключили наш канал и продолжаете смотреть. А для тех, кто только что присоединился, напомню, вы смотрите программу «Наше все» и с вами я, Алиса Романенко. Поговорим мы о важном. Признайтесь, вам иногда кажется, что все женщины в мире родились стройными красотками, спортсменками, супругами-ягодицами, но только не вы. Да и комплексы мешают переступить порог спортзала. Уверяю вас, можно и не тратиться на эти спортзалы, а дома легко привести себя в порядок. Главное не лениться. Правильно говорю? Все верно. Как и обещала, в гости пришла инструктор групповых программ, персональный тренер пилонной акробатики Ксения Герасименко. Знакомьтесь. Прежде чем начнем упражняться, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Подруги попросили спросить. Я начала регулярно ходить в спортзал, занимаюсь, но не худею, потому что единственное, чего мне хочется после тренировки – плотно поесть. А как быть в такой ситуации? Ну, прежде всего, для того, чтобы достичь нужного результата, вам необходимо полностью пересмотреть свой рацион питания и поддерживать весь день количество глюкозы в крови. Для этого необходимо каждые 2-3 часа что-нибудь перекусывать, а после тренировки необходимо принимать белковую пищу – это курица, индейка, морепродукты. А что-нибудь перекусывать? Фрукты, овощи? После тренировки есть такое понятие, как углеводное окно. И для тех, кто хочет похудеть, им можно скушать какой-нибудь сладкий фрукт в эти 20 минут после тренировки сразу. А кто хочет, наоборот, набрать массу, тем можно скушать булочку, даже пирожок. Мне очень нравится бегать, но серьезно беспокоит вопрос, не объяснит ли грудь после такой трясучки. Так, грудь у нас состоит из мощных желез, связок и жира. И, к сожалению, физическими упражнениями ее уже не поднимешь, и ничем ей не поможешь. Серьезно? Да. Поэтому эти связки называются связки Купера, и они при нагрузках, они очень эластичны, быстро растягиваются и тонки. Поэтому при физических упражнениях желательно, особенно при беге, прыжках, желательно одевать бюстгальтер, либо специализированный, либо плотный топ, чтобы поддерживать грудь. А с чего лучше всего начать заниматься, ну, если совсем уж новичок? Если совсем новичок, да. Ну, я бы порекомендовала обратиться к тренеру непосредственно, чтобы он посмотрел на физическую подготовку, потому что приходят девочки, они не могут ни приседать, ни пресс качать, ну, то есть... Ну, любитарных таких. Да, зависит все от человека, конечно, нужно смотреть, все они ждали. Ну, главное, не лениться, в принципе. Ну, что мы говорим? Давайте показывать уже, чтобы зрителям было более понятно. Так, ну, давайте для тех, кто не может приседать, покажем, как правильно приседать. Так, первое приседание, главное, да? Ставим ноги на ширине плеч. Для новичков можно даже это сделать чуть немножечко пошире. Чертим зрительно линию от пальцев до колен, приседаем, спина ровная, прямая. Спину уводим немножечко, таз уводим назад максимально. Колени за носки не вылазят. Да? Угол между коленями и ведрем 90 градусов держит. Руки можно, да, за голову, можно вперед. Кому как удобно. Да, то есть здесь не принципиально. В приседаниях главное это глубина приседания. Для того, чтобы достать непосредственно до ягодичных мышц, необходимо приседать глубоко. То есть если мы будем вот так приседать, то раз, два, то вы же только задние, 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 задние. Грубо говоря, да? А нам и икры нужно. Да, и поэтому приседаем глубоко, таз уводим назад, спина прямая. Таким образом. А какая тренировка лучше, круговая или отдельно на каждую группу мышц? Это зависит, опять-таки, от ваших целей, которые вы преследуете. Если похудение непосредственно, уменьшение объемов везде равномерно, то я предпочитаю круговую тренировку. Это как? Это тренировка на всю группу мышц. То есть за тренировку мы задействуем максимальное количество мышц. Например, там ноги, попу, пресс, спина, руки, плечи. Максимальное количество упражнений. Это что-то мы показали только одно упражнение. Давайте еще что-нибудь покажем. Такое, ну как, не сильно сложное и эффективное. Давайте планку. В планке работает все тело. Спина, плечи, пресс, ноги, ягодицы. Все работает. Плюс вариации планки есть, да? Планка. Встаем в планку. Локти под плечами. Ягодицы в себя, спина прямая, пресс зажат, ноги напряжены. Все напряжено. И держим планку. Поясницу не прогибаешь, ягодицы в себя, спина прямая. Так? Таз в себя подкрути, не отключи. Не понимаю, что ты делаешь. Вот, 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 все дела. Подкрутить. Так, куда ее открутить? Смотри. У меня такая фигура. Вот так, на себя подкрути. Вот. Да. Вот, и держи. Опять подкрути, опять. Мне кажется, что я сгорбилась. Я не короче, что ты сгорбилась. Да? Да я... Я карбатая. Фитнес-клуб Спарта ждет вас. И вариации, да, Планка? Я обленилась, честно. Я не занималась танцами уже, не знаю, год точно. Можно добавить нижний пресс, да? Поднимаем ноги. Отлично. Ладно. Я даже так стоять не могу. Поднимем в оттяг в планки. Ну и там же есть планочка в динамике. Есть работающий руль. И можно скручивать. Здесь включаются косые. Смотрится так легко. Ну, для вас это легко. Кто это делает каждый день? Кому легко. Если никто не делает, ну вот я, для меня пока сложновато. А это если я... Ну, вот у меня, да, у меня проблема вот со спиной. Ну, я не знаю, ну что мне сделать? Как мне лучше вот спину? Горб вот этот убрать, так сказать. Почему у нас спина горбится, да? Слабые мышцы спины. Если горб нужно. Грудные мышцы. Тяжело долго держать на самом деле. А мышцы спины укреплять? У меня очень просто... Я часто за компьютером сижу. И, ну, как невольно оно получается. А когда долго вот так вот сидишь, ну, у меня очень быстро устает спина. Потому что слабые мышцы. А как качать? Как, как? Спину? Да. Упражнения выполнены для спины. Да, упражнения для спины. Гантели? Ну, и гантели в том числе, конечно. Не хочу. Руки вон, какие сильные. Давайте просто сравним ваши и мои. Давайте перейдем к прессу. Ну, как правильно, вот. В планке мы посмотрели, что у нас работает пресс, да? Ну, самый простой пресс. Пресс-складка, да? Легкий вариант. Ноги держать? Ноги нужно держать? Нет. Мы сейчас будем полностью складывать. Легкий вариант. Руки в упор, ноги выпрямили, легли параллельно полу. Поднимаемся вверх коленей груди. Опускаемся вниз, ноги параллельно полу. И качаем пресс. Выдох делаем наверху. Костырь, так же стих. И сложный, да, вариант. Полностью ложимся, руки вверх. И сделаем складочку полностью. Колени сгибать? Мне не желательно не сгибать. Максимально ноги. Ой, давай, баба Оля. Сейчас, нет, я сделаю это. И тоже не ложить ноги? Или ложить? Ну, параллельно с полом. Вот так, да? Желательно. И сколько раз? Ну, мы делаем по 30. Ну, это уже прокачанное, так сказать. Ну, как прокачанное. А новичкам? Новичкам. Ну, достаточно, наверное, по 15-20 повторений. Просто несколько подходов делать. А какие еще упражнения? Ну, в прессе можно еще проработать косы мышцы живота. Для этого необходимо лечь на спину, руки за голову. А ноги на ширине плеч так и нужно? Или без разницы? Не принципиально. Здесь тянемся противоположным локнем, противоположным коленом. Ноги выпрямляем над полом, на пол не кладем. Корпус только лопатки поднимается. Угу. Не нужно усыновать. Ну, да. Идет напряжение на живот. Ну, таким образом работают косые мышцы живота. Сколько раз? Сколько сможете? Ну, на групповых тренировках мы делаем по 8 восьмерок. И несколько подходов. Угу. Нормально. Ну, в общем-то, несложно. Какие-то упражнения, конечно, не смогла сделать. Ну, потому что я обленилась, честно скажу. Ну, буду делать дома, постараюсь, по крайней мере. И, в принципе, нужно заниматься каждый день. И главное, не лениться. И тогда ваше тело скажет вам спасибо. У нас в гостях был инструктор групповых программ, персональный тренер пилонной акробатики спортивного клуба «Спарта» Ксения Герасименко. Спасибо, что пришли к нам и показали пару упражнений. Пожалуйста. Запомнили упражнение? Начинайте прямо сейчас приводить себя в порядок. Уже совсем скоро начинается купальный сезон. Ну, а если вы и так довольны своей фигурой... Как я? ...то все равно, почему бы не поддерживать ее в идеальной форме всегда. Да и для здоровья хорошо. Согласна. Ладно, продолжаем. Сегодня пятница. А это значит, что на нашем канале состоится показ советского кино. «Залив счастья». Фильм 1987 года режиссера Владимира Лаптева. Фильм биографический. Он повествует о жизнедеятельности адмирала Геннадия Невельского, ученого-исследователя, первопроходца Дальнего Востока. Немного о сюжете. Получив приказ доставить провиант из Кронштадта в Петропавловск, он в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне Байкал и по собственной инициативе исследовал южное побережье Охотского моря, а остров Сахалин и побережье Амура. Невельский был первым, кто установил, что Сахалин – это остров. Деятельность выдающегося путешественника способствовала укреплению могущества России на дальневосточных рубежах. Так что, дорогие телезрители, смотрим замечательный фильм. И изучаем историю сегодня в 21.00 на нашем канале. А что хочу сказать. Наши коллеги умеют выбирать фильмы. Для вас стараемся, всем коллективом. А взамен всего лишь просим ваше мнение. Может, вы хотите, чтобы мы о чем-то конкретном рассказали или показывали? Делитесь своими идеями. Может, и вовсе хотите сняться в нашей программе. Звоните по номеру, указанному на экране, или пишите нам в соцсети. Будем несказанно рады. Сереж, ты никогда не задумывался, почему все так восторгаются картиной «Черный квадрат»? Вот туристы готовы стоять в длинных очередях в Третьяковской галерее, чтобы посмотреть на эту картину. А когда попадают туда, да, в галерее, то просто делают селфи на ее фоне. И все. Знаешь, что я думаю? Это из-за постоянного информационного шума вокруг конкретного произведения. Забывается сама его суть. Поэтому люди не всегда могут объяснить, ради чего они страдали, стояли, толкались, мучились. Для того, чтобы увидеть, в принципе, эту картину. «Черный квадрат» Казимира Малевича является самым известным и спорным произведением русского искусства. А при этом самым узнаваемым на Западе. Это не «Черный квадрат», а «Черный квадрат» на белом фоне. И это важно. В жизни вряд ли пригодится, но не знать, в принципе, тоже неприлично. Как циоремы-пифагоры. Они во все стороны равны у штаны. Да, я помню. Кстати, это не квадрат, а четырехугольник. С чего ты взяла? Здесь нет прямых углов. Стороны не параллельны друг к другу, а линии неровные. То есть вот ты с линейки стояла, с 90 градусной, и примеряла? Это всем известный факт, Сережа. Да это абсурд. Зачем тогда «Квартиру» назвали квадратом? Ну, знаешь, все привыкли называть квадратом, значит, его будем так называть. Так почему же именно «Черный»? Не знаю. Наверное, для Малевича «Черный» — это смешение всех существующих цветов. Пусть это будет как-то так звучать. Ну да, в принципе. А белый типа как отсутствие цветов? Ну, не знаю. Но нам в школе другое рассказывали, что «Черный» цвет поглощает все цвета, а белый, наоборот, соединяет весь спектр. Ну, у Малевича, наверное, наоборот. Ну, скажем так, у каждого свое мировоззрение. Ну да, согласна. Главное, что именно русская живопись самая узнаваемая, можно этим гордиться. Вот вам немного истории от нас. А теперь о истории другого предмета расскажет Евгений Шаповалов, главный хранитель музейных предметов. В период летних каникул для детей в Уссурийском музее организуются мастер-классы различные. Один из мастер-классов как раз называется «Что писали? Чем писали?». Он направлен на то, чтобы познакомить детей с появлением письменности, с историей письменности, а также с тем, какими материалами пользовались для письма. Люди от древности до уже современного времени. Мы пробуем писать перьями гусиными при помощи чернил. Мы пробуем на вощенных табличках писать стилусом. Преимущество этих табличек в том, что такого способа написания в том, что, в принципе, они довольно многоразовые. То есть можно было написать, потом загладить снова или нагреть снова и снова использовать. Но неудобство, однако, что видите, что предмет довольно объемный и можно написать ограниченное количество слов. Я могу вам продемонстрировать наглядно, как это все делалось, как это все осуществлялось. Все мы знаем, что такое ПТ-отделение. Это естественный жизненно важный физиологический процесс. Их два вида. Терморегуляторное и эмоционально обусловленное. Терморегуляция является жизненно важной функцией организма, которая служит для поддержания постоянной температуры тела. Однако чрезмерное ПТ-отделение, то есть гипергидроз, может стать серьезной проблемой для человека. Люди, которые страдают этим недугом, испытывают проблемы в социальной, профессиональной и личной жизни. Да, особенно когда мокрые подмышки. Но медицина не стоит на месте. И сейчас специалисты из медицинского центра Мерамед расскажут и покажут, как избавиться от чрезмерной потливости в области подмышек. Все-таки это самое распространенное место, из-за которого больше всего стыдно показаться в обществе. Да и по улицам ходить. Ну да. Это естественный процесс. Но если уже вам хочется избавиться от этого, скажем так, недуга, то смотрите сюжет. Там все расскажут. И пока. Неприятность, но не болезнь. Гипергидроз, а проще говоря, излишнее потоотделение. В Центре медицинской косметологии Мерамед решение этой проблемы займет 20 минут. На помощь придут инъекции ботулотоксина. Инъекции ботулотоксина направлены на блокирование импульсов, нервных импульсов, передающихся к бытовым железам. Приходилось, особенно в летний период, принимать душ два раза в день. Пользовалась дезодорантами. Я обратилась в клинику Мерамед. Здесь меня проконсультировал специалист и предложили вот подобную процедуру. Я согласилась. Сказано, сделано. Сначала обрабатываем зону антисептиком. После проводим пробу минора. Проще говоря, йодокрахмальный тест. Когда подмышку обрабатывают йодом и припудривают крахмалом. Сейчас мы уже можем увидеть, что зона повышенного потаиделения, она темнеет уже. Вот именно в эту зону мы и будем ввести препараты. Разметка для точности и приступаем к уколам. На шприце тончайшая игла. Поэтому Елена может ощутить разве что легкое покалывание. За день и в день самой процедуры следует исключить алкоголь. Сутки без купаний, неделя без физических нагрузок и о мокрых подмышках можно забыть надолго. Как специалист сказал, что это процедура на год. Я подобную процедуру повторю. Программа подходит к концу и, как обычно, анонс мероприятий на эти выходные. Не знаете, чем сеть занять? Мы вам поможем. Завтра, 27 мая, состоятся следующие мероприятия. Обучающий семинар школы управдома. Кстати, он подходит к концу. Школа номер 31, улица Дальневосточная, 17. Начало в 10.00. Проведение мероприятий, посвященного Международного дню соседей. Улица Короленко, 23. Начало в 11.30. Открытое соревнование Приморского края по чирлидингу. Спорткомплекс Локомотив, улица Слободская, 6. Начало в 12.00. Военно-патриотическая спортивно-сценарная игра в пейнтбол. Взятие Берлина. Пейнтбольный клуб Форпост, улица Михайловское шоссе, 1В. Начало в 12.00. Календарная игра чемпионата Приморья по футболу среди мужских команд. А, стадион? Какой? Городской. Правильно, Сережа. Улица Фрунзо, 32. Начало в 18.00. А в воскресенье, 28 мая, состоится первенство детской и юношеской спортивной школы по эстетической гимнастике. Спорткомплекс Локомотив, улица Слободская, 6. Начало во сколько? Все правильно, Алиса, в 12.00. А еще сегодня три развлекательных мероприятия. Каких? Ну, это, ну, Мисусу Риск, 2017, начало 18.30. В Доме культуры Дружба. Большой КВН ты должен был первым делом сказать, потому что ты там участвуешь-то там? Естественно. Он состоится в молодежном центре Горизонт в 19.00. Там, кстати, играет сборная Уссу Риска. Понятно. Да. А я знаю, что еще Андрей тоже в сборной Уссу Риски, а он участвует? Ну, конечно, куда без него. Это рыжая местия, там будет всех дюжа сильно смешить, скажем так. Ясно. Интересно. Ну, я приду посмотреть на вас. Ну, и, естественно, шоу-программа и показ фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки в 19.30. Кинотеатр. Россия». Вот как-то так. Вот много мероприятий, вам только выбирать. Друзья, оставляйте свои комментарии у нас на сайтах. Участвуйте в конкурсах. Не бойтесь брать новых членов семьи, они тоже будут любить вас еще больше. Давайте заканчивать уже. Поднимаем вам настроение Алиса Романенко и Сергей Сармачевский. На сегодня все. Наше все. А сейчас было бы прикольно, если бы ты слезла вниз и показала бы свой истинный рост. Ну, хорошо. Ну, да ладно. Вот так вот. На самом деле я такого роста. Слушай, подойди ко мне. Что-то еще... Ты вырос еще? Скажи мне. Конечно, я же. Каждый день рос. Не поднял. Партнер программы оптово-розничная площадка Евразия. Товары для туризма, дома и работы. Все необходимое в одном месте. Партнер программы компания «Формула ДВ» реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10 Б, телефон 37 80 45. Партнер рубрики «Языковой творческий лагерь «Панда» для детей от 6 до 13 лет. Торговый центр «Централь». Запись по телефону 37 83 84. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все.